Привет, друзья! В этом видео Техноарена устроит битву между смартфонами Redmi Note 10S и Galaxy A52. Выясним, кто лучше. Я прогнал их по всем ключевым раундам, от дизайна до аккумулятора. Также обязательно сравню параметры экранов, аппаратную производительность, полезность предустановленного софта, качество камер и беспроводных модулей. У каждого смартфона есть свои сильные и слабые стороны, о которых я непременно расскажу. После просмотра не забудьте заглянуть в комментарии, чтобы обсудить Redmi Note 10S или Galaxy A52. Самые выгодные цены на эти смартфоны ждут вас по ссылкам в описании. На Техноарене регулярно публикуются интересные топы, сравнения и другие видео на мобильную тематику. Буду очень признателен, если вы поддержите наш канал лайком и подпиской с колокольчиком. Ну все, пора начинать битву. Поехали! Смартфон Redmi Note 10S, как и другие его собратья по серии, защищен от влаги и пыли по стандарту IP53. Этого достаточно, чтобы телефон остался целым и невредимым во время дождя, например, но все же не так круто, как защита IP67 у непотопляемого Galaxy A52. Приятно, что компания Samsung продолжает заботиться о полноценной водонепроницаемости своих смартфонов среднего класса. В обоих случаях корпус пластмассовый, аппараты совершенно одинаковые по размеру. Где-то Redmi длиннее буквально на полмиллиметра, а где-то Samsung шире. Разница заметна только на весах. Note 10S легче на 10 грамм, сканер отпечатка пальцев у Redmi встроен в кнопку питания блокировки. При этом любопытно, что кнопка выпирает над гранью телефона, тогда как все привыкли видеть боковой сканер немножко вдавленным внутрь. Верхняя грань Note 10S отличается наличием инфракрасного излучателя и дополнительной решетки для верхнего динамика. Он там один, просто если по какой-то причине вы заблокируете слуховую решетку, то звук будет выходить через вспомогательные отверстия. А у Samsung наверх переехал лоток для сим-карт. На нижней грани оба смартфона демонстрирует исчезающий редкий аудиоразъем. Не рискну утверждать, кто из них лучше в плане дизайна, решите для себя сами. Что важнее, водонепроницаемость и пальц-сканер под экраном у Galaxy или тройной сим-лоток и инфракрасный передатчик у Redmi. Параметры дисплеев частично совпадают. Это очень яркие матрицы AMOLED с разрешением Full HD+, и без закруглений по краям. У Samsung диагональ 6,5 дюймов, а у Xiaomi 6,43. Но Galaxy A52 смотрится как-то поизящнее, благодаря более узкому подбородку. Также у него защитное стекло прочнее Gorilla Glass 5 против Gorilla Glass 3 у Redmi Note. Ну и самым козырным улучшением в Galaxy является частота обновления экрана, которая составляет 90 Гц. Это делает интерфейс смартфона особенно плавным. Анимации в приложениях выглядят натуральнее, что ли, без разрывов при резком движении. Конечно, не все видят разницу между 90 и 60 Гц, поэтому если кому-то не принципиально, можно смело брать Note 10s. Зато уверен, что многие заметят шим на низкой яркости. И настройки экрана Redmi позволяют нейтрализовать мерцание, переключившись с широтной импульсной модуляции на DC Dimming. Однако учтите, что точность цветопередачи OLED-матриц зависит от напряжения. Слабый ток портит палитру, то есть обе технологии пока далеки от идеала. Вот почему в темноте желательно использовать темную тему оформления вместо уменьшения яркости. Redmi Note 10s работает под управлением фирменного интерфейса Xiaomi MIUI. В нем мне прежде всего нравится возможность удаления ненужных системных приложений штатными средствами. Удобно для тех, кто любит облегчать операционную систему, чтобы на телефоне не было ничего лишнего. Визуально оболочка MIUI пытается концентрировать в себе последние модные нововведения андроида и практичные опции из интерфейсов других компаний, в частности Apple. Сейчас программисты Xiaomi хорошо оптимизировали энергоэффективность MIUI, сократили нагрузку на процессор, усовершенствовали взаимодействие системы с оперативной памятью. Интерфейс очень отзывчивый, шустрый, чувствуется легкость в управлении смартфоном. Из недостатков я бы отметил ограниченное время подсветки активного экрана блокировки. По идее он должен гореть всегда, в том-то и смысл. Но в Xiaomi решили, что 10 секунд хватит с головой. А если надо проверить время или уведомления, то потрудись пошевелить пальчиком и дотронься до дисплея. Такая реализация сводит к нулю всю полезность активного экрана блокировки, когда телефон лежит дальше вытянутой руки или к нему просто лень тянуться каждый раз. Надеюсь, что перед релизом 13-й версии MIUI китайцы опомнятся и хотя бы добавят выбор в настройки, гасить экран через 10 секунд, подсветка по расписанию и каноничная непрерывная подсветка. Как у Samsung, кстати говоря. Вот к интерфейсу Galaxy A52 вообще никаких претензий, все продуманное и находится на своих местах. Не надо ломать голову над тем, как поменять обои или рингтон. Разрешение главной камеры у смартфонов вроде бы идентичное, по 64 мегапикселя. Однако у Galaxy A52 размер самого сенсора чуть больше и поддерживается оптическая стабилизация изображения, которая выручает не только при трясущихся руках, но и при плохом освещении. Но в этом раунде Samsung абсолютно вне конкуренции. Во фронталке и каждой второстепенной камере у него кратное преимущество по мегапикселям. Ультраширик на 12, макро и портретник по 5 мегапикселей, а для селфи выделено аж 32 мегапикселя. Причем площадь сенсора опять же больше, чем у фронталки Redmi Note 10S. Тем, кто любит и умеет снимать на телефон, я определенно рекомендую Galaxy A52. Его функционал удовлетворяет потребности как опытных пользователей, так и любителей побаловаться с фильтрами. Если же мобильная съемка не входит в список ваших приоритетов, значит в этом раунде наоборот очко получает смартфон Xiaomi. Он ведь гораздо дешевле стоит и как раз за свои деньги Note 10S предлагает весьма достойный набор камер. Особенно обратите внимание, как стильно оформлен тыловой блок, насколько детально все проработано, уровень дизайна ультра премиум. Самый удачный баланс аппаратной производительности обеспечивает Redmi Note 10S. Смотрите, в младшей версии тут 6 гигабайт оперативной памяти. Файловое хранилище в любой момент можно расширить с помощью флешки, которая устанавливается в отдельную ячейку сим-лотка. То есть не придется жертвовать вторым номером. У Самсунга такой роскоши нет. Во-первых, лоток гибридный или комбинированный, кому как нравится. Память формально позволяют расширить, но параллельно ограничивают свободу сотовой связи. Зачем это нужно? Очень неудобно. Во-вторых, в младшей версии всего 4 гигабайта оперативы. Что с ними делать? Телефон-то не бюджетный, его ожидает три мажорных обновления андроида. А системные требования у программ и игр, между прочим, стабильно растут. С 4 гигами нет запаса на будущее, если кто-то намерен пользоваться смартфоном дольше одного года. Получается, что в случае с Galaxy A52 имеет смысл брать лишь старшую версию на 8 гигабайт ОЗУ. С процессором же ситуация кардинально иная. Самсунг оснащен более производительным чипом Snapdragon 720G. И пусть результаты Antutu не вводят вас в заблуждение. Напомню, что это комплексный тест, который помимо процессора оценивает еще много других параметров. На практике Snapdragon 720G лучше справляется с нагрузками, не подвержен троттлингу и стабильно пашет на максимуме своих возможностей. Про Helio G95 такого, увы, не скажешь. Это горячий и логучий чип. Если его не напрягать, то да, все суперплавно. Тяжелые задачи стартуют тоже бодро. Но уже через несколько минут постоянной нагрузки Redmi Note 10S перегревается и начинается троттлинг. Проц просто отказывается работать в полную силу. Кстати, если вдруг кому-то характеристики Note 10S показались знакомыми, должен вас разочаровать, вы совершенно правы. Это реинкарнация Note 8 Pro с новым экраном, только корпус и фронталка у 10S похуже. Эти смартфоны не поддерживают 5G, но в остальном у них есть все необходимые средства беспроводных коммуникаций. Мобильный интернет по 4G летает. NFC без проблем привязывается к карточкам отечественных банков. Спутниковая навигация активируется быстро, а также доступны скоростные интерфейсы локальной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Раунд с проверкой аккумулятора зарядки автономности обычно проходит не в пользу Samsung, и этот раз не является исключением. В смартфоне Galaxy A52 установлена батарея на 4500 мАч. Она обеспечивает от 7 до 25 часов активного экрана, смотря что делать с телефоном, рубиться в онлайн-играх или читать книжку. На адаптере питания Samsung сэкономил и положил в комплект скромный блочок на 15 Вт, при том, что Galaxy A52 рассчитан на зарядку током до 25 Вт. От комплектного адаптера Samsung заряжается примерно на 30-35% за полчаса. Полная перезарядка аккумулятора занимает от 100 до 120 минут. Разброс возникает из-за разных версий прошивки и активности фоновых приложений. Я не учитывал зарядку в выключенном состоянии. В свою очередь Redmi Note 10S комплектуется зарядником на 33 Вт и оснащен более емким аккумулятором на 5000 мАч. В финале видео быстренько пробежимся по отзывам от реальных покупателей, за что они критикуют и хвалят эти смартфоны. Не для игр. Звук не оправдал ожиданий. Гугловская звонилка. Нет версии на 6 ГБ. Слабая зарядка в комплекте. Иногда тупит сканер отпечатков. Очень порадовала батарея. Красивый и шустрый. Амулет-дисплей. Царский лоток на две симки и флешку. Отличное качество фото и видео. Громкие стереодинамики. Шустрый, без фризов и лагов. Водонепроницаемый корпус. Друзья, надеюсь это сравнение оказалось полезным. Я постарался раскрыть все секреты Redmi Note 10S и Samsung Galaxy A52, чтобы вы приняли оптимальное решение. Самые выгодные цены на эти смартфоны ищите по ссылкам в описании. Обязательно ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь с колокольчиком. На техноарене регулярно выходят новые топы и сравнения. Следите за уведоми.